Девушки отдыхают Ля-ля-ля-ля Ну вот, теперь от меня вкусно пахнет и я почти чистая и не мокрая Но если только чуть-чуть, теперь можно опять идти гулять И Маша побежала по лесу гулять, но подскользнулась и упала Ой, какая-то я вся скользкая Но ничего, значит можно просто кататься по земле Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля Ой, как хорошо катается Ля-ля-ля, ля-ля-ля Хм, почему-то я стала еще грязнее Я же только что мылась Ну ладно, пойду дальше гулять О, привет, лошадка Привет, Маша А-а-а-а-а-а-а-а-а-а Лошадка, почему ты чихаешь? Ты что, заболела? Потому что, Маша, от тебя очень сильно пахнет мылом А для меня этот запах непривычный Но запах-то приятный, лошадка Приятный этот запах, когда его чуть-чуть А сейчас от тебя пахнет очень сильно И ты такая грязная Неправда, я только что мылась Значит, ты плохо мылась Нет, это ты ничего не понимаешь Да что же это такое, как чешется голова Я же только что мылась, почему так? Надо срочно спросить у Мишки Мишка, Мишка, Мишка Помоги мне, у меня очень сильно чешется голова Маша, ну я же тебе говорил Что нужно хорошенько помыться водой Тогда надо срочно мыться с водой Сначала я была вся скользкая От меня сильно пахнет мылом А потом я вообще начала чесаться Конечно, нужно хорошенько смыть мыло Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля Ну вот, теперь я совсем-совсем чистая Привет, малыш, меня зовут Лиза А ты любишь сказки? Я очень! И одну из них я хочу тебе рассказать За бабочкой Маша вдогонку пустилась, и скоро премучим В лесу заблудилась, ждет бабушка, внучку и дедушка ждет, а Маша дорогу домой не найдет. В лесу заблудилась, ничего себе, в лесу заблудилась, а-ка-ка-ка-ка. Избушку увидела, в дверь постучала, медведь я открыл, испугалась сначала, а тот говорит, проходи, проходи, свари мне поклевку, да пол подмети. Медведь я открыл, ничего себе, медведь я открыл, ха-ка-ка-ка-ка. По бабушке с дедушкой Маша скучает, но только обратно медведь не пускает. Медведь не пускает, такая беда, и вот что придумала Маша тогда. Медведь не пускает, ничего себе, медведь не пускает, а-ка-ка-ка-ка-ка. Она пирожки попросила медведя доставить деревню для бабы и деда, Но в короб залезла тихонько сама, вот вроде малышка, как же умна. В короб залезла, ничего себе, в короб залезла, а-ка-ка-ка-ка. Уж вечером звездочка в небе искрится, собрался медведь, пирожков подкрепиться. А Маша кричит, не садись на пенёк, нельзя, вижу, вижу, не ешь пирожок. Маша кричит, и скорого ничего себе, а медведь не понял, а-ка-ка-ка-ка. Медведь удивился, что Маша всё знает, не сел на пенёк, а идёт и вздыхает. В деревне собаки, вот это денёк, он короб оставил, а сам на утёк. Короб оставил, ничего себе, короб оставил, а-ка-ка-ка-ка-ка. А что ж в этом коробе, что там такого, там Машенька, внучка, жива и здорова. И бабушка рада, и дедушка рад, цела невредима, вернулась назад. Машенька вернулась, ничего себе, Машенька вернулась, а-ка-ка-ка-ка. Малыш, как здорово мы с тобой спели! А теперь нажимай на экран и слушай другие песенки. Пока-пока! Привет, Амням, что ты тут делаешь? Амням, а зачем ты купаешься в болоте? Ты же можешь утонуть. А ну-ка, вылезай отсюда. Ой-ой, мне кажется, я становлюсь зелёным. Что это за болото такое? Волшебное, наверное. Ага, ага. Я не хочу быть зелёным, я же синий трактор. Как нет? Что ты такое говоришь? Ну-ка, я посмотрю. О нет, я вовсе не синий трактор. Что же мне теперь делать? Что это, синее озеро? Ты думаешь, оно тоже волшебное? Ага, ага. Ну попробую. А вдруг опять получится стать синим? Ну что, получается, Амням? Ага, ага. Ого, что со мной происходит? Кажется, я превращаюсь. Смотри, Амням, я снова синий. И кажется, стал ещё ярче. Да, действительно, озеро волшебное. Ой, а кто это там живёт? Блок. Хм, синяя рыбка живёт в синем озере. Куда же запропастился Амням? Поеду-ка его поищу. Блок. Ой, Амням, вот ты где. За тобой не угнаться. Ага, ага. А, я догадался. Ты хочешь показать мне, кто живёт в зелёном болоте? Так это же лягушка. Я понял. В зелёном болоте живёт зелёная лягушка. Ну что, Амням, мне кажется, нам пора уже ехать домой. Пока с нами ещё что-нибудь не приключилось. Садись, Амням, я тебя довезу. Ага, ага. Ха-ха-ха. Поехали. Привет, малыши. А вы любите сказки? Классно. Я очень люблю. Предлагаю сегодня отгадывать много-много сказок. Как раз таки проверим, насколько хорошо вы их знаете. Итак, слушаем первую сказку. Невысокая избушка. В ней живёт лиса, лягушка, мышка, заяц, серый волк. В крепкой дружбе знают толк. К ним ещё медведь просился. Только он не поместился. Завязая, он бы мог разломать весь. Весь? Догадались, малыши, что же это за сказка? Теремокая, 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 теремокая. Малыши, вы прекрасно справились с первой сказкой. Слушайте и смотрите вторую. Он от бабушки ушёл и от дедушки ушёл. Только на беду в лесу встретил он и в троих лесу. Малыши, кто же это? Кто у нас от бабушки ушел, а дедушки тоже? Круглой формы Так еще и есть тесто подсказка Конечно, это Колобок Следующая сказка Избушка чудная Две курьих ноги Такая есть в сказке у... У кого, малыши? Правильно! У Бабы-яги! Смотрите, какая классная Баба-яга у меня есть! У вас отлично получается отгадывать сказки Теперь слушаем еще одну Хрю-хрю-хрю Каких три братца больше волка не боятся? Потому что зверь-то хищный Не разрушит дом кирпичный Совсем здесь легко догадаться, малыши У нас есть поросята Кирпичный дом, а также хищник Какая же это сказка? Ну конечно, три поросенка! Наша девочка с хитринкой Забралась она в корзинку За плечами у медведя С пирожками вместе едет Как смешно на них смотреть! Это... Маша и Медведь! Конечно! Какие же они классные! Я так люблю эту сказку! Смотрите, малыши, сколько сказок мы с вами отгадали сегодня! Баба-яга Маша и Медведь Три поросенка Теремок Теремок И, конечно, колобок! Ха-ха-ха! Это было очень весело! Мы повторили все самые классные сказки! До скорых встреч, малыши! Люблю вас! Привет, ребята! Расскажу я вам сегодня сказку руссконародную Про Машу и Медведя и суперменов! Построил как-то добрый Мишка Парк аттракционов для детишек Детям парк очень понравился К тому же он был совершенно бесплатный Хе-хе-хе! Э-эх! Хо-хо-хо! Но однажды в парке появился какой-то странный тип Он сказал нам, что теперь нужно платить за вход в парк Это неправда! Мишка добрый, он не станет брать денег Хе-хе-хе-хе! Конечно! Это сумасшедший изобретатель! Он решил всех обмануть И собирать со всех деньги! А ну, уходи из нашего парка! Не желаем с тобой дружить! Понял? Мх, так? Хе-хе-хе! Вот с этого, можно сказать, и началась история! Разобиделся на всех сумасшедший изобретатель И решил отомстить! Потом он открыл эту страшную коробку И показались болезни! Они выскочили! Ла-ла-ла-ла! И побежали прямо к детскому парку! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Вирусы незаметно подкрались И стали заражать всех! Хе-хе-хе! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Апчхи! Скоро все заболели! Ла-ла-ла! 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 Вызвали скорую помощь! И все оказались в больнице! Парк аттракционов опустел! Кроме вирусов и болезней Там больше никого не было! Но это было ненадолго! Он сконструировал себе на помощь роботов-охранников Скоро парк наводнился какими-то подозрительными личностями Там были даже полулюди-получерепашки полулюди-полулетучие мыши Человеки-пауки И просто какие-то странные люди Мишка, скорей! На наш парк напали враги! Помоги! Он что, испугался? Эх, наверное, каши мало ел Ребята, а вы ели когда-нибудь геркулесовую кашу? Кто будет есть геркулесовую кашу будет сильный, как геркулес Или по-другому геракл Мишка, смотри! Я тебе целую тарелку каши сварила Будешь сильный! Мишка, смотри, какой ты стал большой! Пойдем, пойдем скорей! Я поведу тебя в детский парк! А ну, кто здесь в моем парке? Алло! Алло! Тревога! Боевая тревога! Не дам больше обижать маленьких Эй, ребята! Хватайте его! Иду на помощь! Скорее, спасаемся! Ой, я больше не буду Только не надо меня трогать, пожалуйста В общем, разобрался с ними Со всеми медведь Парк снова стал работать Детишки стали кататься А знаете, почему медведя испугались? Потому что были слабые Питались всяким неполезным Пончиками, донатсами Наггетсами, чипсами И даже картошкой фри А Мишка был сильный Не только потому, что ел кашу А потому, что был смелым И всегда защищал маленьких Однажды у медведя Сильно заболело горло И он не мог говорить Так, так, так И что нам теперь с тобой делать? Говори, как тебя лечить Нет, так дело не пойдет Надо срочно искать твой голос Мишка, ты успокойся Тебе нельзя нервничать А я скоро вернусь Так, ну и где мне искать Мишкин голос? Посмотрела Маша Направо Посмотрела Маша Налево Угу Значит, надо спрашивать У зверей Так, так, так И где все спрятались? Эй! Ау! Где вы все спрятались? Мне нужна ваша помощь! Что случилось, Маша? Мишка потерял свой голос И я его ищу Ты не знаешь, где он? Нет, не знаю, Маша Но может быть, знает Мышка? Хорошо Пойду искать Мышку Мышка! Ты где? Мне нужна твоя помощь Мышка! Что случилось, Маша? Мишка потерял свой голос И я его ищу А заяц мне сказал Что ты можешь знать Где его найти Нет, Маша Я не знаю Но скорее всего Тебе может помочь лось А может быть Это у тебя голос Мишки? Ну-ка покажи Как ты разговариваешь Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Что случилось, Маша? Зачем ты меня зовешь? Мишка потерял свой голос И теперь я его ищу А Мышка мне сказала Что ты точно знаешь Где его найти Мда А как Мишка потерял свой голос? Ну У него сначала полились сопли Потом он начал кашлять А потом перестал разговаривать А, ну все понятно Тогда я знаю Как ему помочь Ему нужно поесть меда И все пройдет Отнеси медведю мед Дай ему поесть И пусть он ляжет спать Под теплое одеяло Спасибо тебе большое, Лось Мишка, Мишка Я нашла твой голос Он здесь Срочно кушай мед И ложись спать Под теплое одеяло Спасибо тебе, Маша Ура, ура Твой голос вернулся А теперь Срочно спать Под теплое одеяло Поскорее Выздоравливай, Мишка Однажды Два друга Синий трактор И Кеша Гуляли по улице Мы едем 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 В далекие края Хорошие соседи Счастливые друзья Но вдруг Прямо перед ними Из кустов Им навстречу Выскочил Настоящий Дикий Медведь Ррррр Медведь Что ты тут делаешь Я потерялся Давай мы отвезем тебя в зоопарк. Давайте, а то я проголодался, а тут нигде нет еды. О, какая большая полосатая кошка. Нет, это не кошка. Отгадай загадку. Ярко-огненная кошка. Полосатая немножко. Не компания для игр. Это грозный хищник. Тигр, тигр, тигр. Да, это самая большая и тяжелая в мире кошка. По размерам уступает только медведям. Полосы ему нужны для маскировки в зарослях при охоте. Как интересно. Давайте посмотрим еще животных. Поехали. Смотрите, смотрите. Это большой козлик. Не совсем. Это олень. Враги оленей – тигры и медведи. Питаются они травой, листьями и ягодами. Как ты много знаешь про животных. Конечно. Я здесь живу, и мы все очень дружим. Медведь, а ты нам покажешь свой дом? Поехали. Медведь, это твой дом? Да, и мне уже даже принесли еду. Как же я сильно проголодался. Медведь, а ты тоже питаешься ягодами? Да, я ем ягоды. Я их очень люблю. А вы хотите со мной поесть ягоды? Нет, спасибо, медведь. Я питаюсь топливом. И, похоже, мне тоже пора кушать. А я совсем не голодный. Спасибо вам большое, что помогли найти мой дом. Приходите в гости, и я расскажу вам много про всех животных. Ура! Мы обязательно приедем и приведем с собой детишек. Пока-пока. Пока-пока. Однажды Маша обиделась на медведя и была в плохом настроении. Маша, пойдем кушать. А я занята. Я играю. Еда стынет. Ты мне даже поиграть не даешь. И так всегда. Маша, иди переоденься. Да не хочу я, не буду. Убежала Маша от медведя в лес и стала горько плакать. Ку-ку-ку-ку. Вдруг она услышала, что за деревом тоже кто-то плачет. Почему ты плачешь, птичка? Ну ты плачешь, и я плачу. Плачь очень заразительный. Надо же! А я об этом никогда не думала. Вдруг они услышали, что за другим деревом тоже кто-то плачет. А ты почему плачешь, кузнечик? Моя подруга-птичка плачет, и мне тоже становится грустно. И правда плач оказывается заразительный. Тут мимо проходил синий слон. Дири-дири-вяшки, кубики-кругляшки, С ароматом стружки, теплые игрушки. О, всем привет! А почему вы все такие грустные? Я обиделась на медведя, а кузнечик и птичка плачут вместе со мной. А у меня есть прекрасное средство, чтобы поднять настроение. Пойдемте все купаться в волшебное озеро! И правда, мне надоело плакать. И мне тоже надоело плакать. Да! Пойдемте все купаться в волшебное озеро! Подождите меня! Подождите меня! Слон, а мы правда станем веселыми, когда искупаемся в волшебном озере? Ну, конечно! Смотри! У-у-у! Кузнечик, птичка, идите к нам! Ура! Ура! А-ха-ха! Ну что, теперь у всех хорошее настроение! Да! Спасибо тебе большое, синий слон! Я больше не буду плакать, чтобы другие тоже не плакали! Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Мишка, открывай! Мишка! Да просыпайся же ты скорее! Ой, Маша! Ну что ты в такую рань пришла? Что стряслось? Мишка, да как же ты можешь спать? Посмотри вокруг, как все изменилось! Ни тебе листочков зеленых, ни ягодок, цветочков! Все пропало! Ну что ты, Маша! Не переживай так, не пропало! А изменилось все вокруг! Потому что на смену лету пришло другое время года! Осень! Осень? Ну дела! А как понять, что это осень? Что бывает в это время года? Пойдем по лесу прогуляемся, я тебе все и расскажу! Ура-ура! Побежали узнавать все про осень! Скорей-скорей! Ну, слушай, Машенька! Во-первых, осенью становится холоднее! Солнце редко можно увидеть, чаще набегают тучки и идет дождик! Хм, дождик, дождик, я его очень люблю! Кажется, и сейчас дождик собирается! Где же мазонтик? Молодец, Маша! Ну, дождик не только ты любишь! Его еще и грибочки любят! Дождик пройдет, грибочки сразу и вырастают! Ой, Мишка, и правда, посмотри, сколько грибов в лесу выросло! И с красными шляпками, и с зелеными, и даже с желтыми! Ой, а что, если нам грибочки собрать в корзиночки по цвету? Замечательная идея, Маша! Вот только я сейчас корзиночки принесу! Жди меня здесь, я быстро! Вот, смотри, Маша, какие я корзины нашел! Красная, желтая и зеленая! Молодец, Мишка! Корзинки что надо! Давай я буду собирать красные и желтые грибочки, а ты зеленые! Так, начнем с желтых грибочков! Вот один берем и в корзину кладем! Так, еще один беру и в корзиночку несу, тяжело! Ой, ну ничего! Так, а есть здесь еще желтые грибочки? Посмотрим, посмотрим! О, еще один нашла! И его тоже нужно в корзиночку отнести! Ох, собрала! Ну, а сейчас я соберу красные грибочки! Ой, а где же они? Хм, нету! Спрятались куда-то! Пойду-ка их поищу! Так, где же они, грибочки красные? Здесь нету? О, и здесь нет! Куда же они подевались? Ох, вот они, красные грибочки! Грибочки! Ура! Я вас нашла! Ну что, Маша, показывай, какие ты грибочки собрала! Ой-ой, я много грибочков собрала! В красной корзинке красные грибочки, в желтой желтой грибочки! А в твоей зеленой я вижу зеленые! Какие мы с тобой молодцы! Верно! Ничего не перепутали! Ну что, Мишка, пускай грибочки пока в корзиночках полежат, а ты мне дальше про осень рассказывай! Хорошо, Маша, пойдем-пойдем! А еще осенью с деревьев падают листочки! Осенью листики красные, желтые, оранжевые... А как же зеленые листочки? Хм, а зеленых листочков ты, Маша, осенью не увидишь! Они только летом бывают! Ой, и правда, Мишка, какие листики осенью красивые, разноцветные! А давай мы их посчитаем! Ну, конечно, Маша, посчитай их! Один, два, три! Три листика! Кря-кря, полетели! Ой, Мишка, а куда же птицы полетели? Ох, совсем забыл тебе рассказать! Осенью многие птицы на юг улетают, в теплые края! М-м-м, понятно! Ой, как мне было сегодня интересно с тобой прогуляться по лесу, Мишка! Осень – красивая пора! Спасибо тебе большое! Ой, ты не за что, Маша! Ну, а сейчас пойдем готовить суп из наших грибов! Пойдем, пойдем! Привет, ребята! Рада вас видеть снова! Сегодня мы с вами отправимся в гости к Маше и Медведю! И переготовим вкусный и сладкий компот! Ох! Ой, устал же я! И пить хочется! Куда бы мне пойти? Пойду-ка я к Мишке! Привет, Мишка! Дай мне, пожалуйста, попить! Так пить хочется! Здравствуй, Маша! Ну, конечно, проходи и попей водички! Спасибо, Мишка! Водичка, конечно, хороша! Но хочется чего-нибудь попить сладенького и вкусненького! Хм, а кроме воды у меня больше ничего нет! Но если ты мне поможешь, мы можем вместе сварить вкусный и сладкий компот! Ой, как здорово ты придумал! А с чего мы будем варить компот? В моем саду и в огороде созрело много овощей, фруктов и ягод! Я собрал целый урожай! Вот, Маша, посмотри, как много! Нам нужно выбрать только фрукты и ягоды! Вот из них-то мы и будем варить компот! Так-так-так, посмотрим! А, это мы мигом! Так, опа, какой зрелый! Так, опа, какой зелененький! Так, а теперь сочная морковка! Кажется, я справилась! Делов-то! Нет-нет, так дело не пойдет! Что это ты тут набрала? Посмотри! Морковь, помидор, огурец! Это же овощи! И в компот не кладут! Ой, и правда! Что-то я все перепутала! Мишка, ну-ка, помоги мне! Вот смотри, Маша! Это яблоко! Вкусное, сочное! Это фрукт! Его мы кладем в компот! А эту ягодку я знаю! Это земляничка! Ее мы тоже кладем! Молодец, Маша! А это груша! Ее мы тоже кладем! А это вишенка! А это моя любимая ягода! Малинка! Мишка, а это что такое? Фиолетовое, большое! Еле держу! А это, Машенька, ягодка слива! Вот теперь, Машенька, мы справились! Посмотри, сколько фруктов и ягод собрали для вкусного компота! Мишка, что-то ты перепутал! Это не похоже на компот! Маш, но эти фрукты и ягоды нужно сначала сварить! Вот тогда и получится вкусный и сладкий компот! Ну тогда давай скорее побежим варить эту вкуснятину! Ребята, ну а вы запомнили? Что компот надо варить только из фруктов и ягод! Не перепутайте! Пока! До новых встреч!